Наханна Лена Бербук долго сдерживала себя. Критика «Северного потока-2» в начале избирательной кампании не принесла партии и лично ей, как кандидату в канцлера, очков. И она замолчала. В своих публичных выступлениях даже перестала упоминать газ в числе факторов глобального потепления. Сосредоточилась на угле. Но вот её, наконец, прорвало. Наоборот. Газа ей теперь мало. Режим Путина хочет увеличить политическое давление, чтобы получить недостающие разрешения для «Северного потока-2» быстрее. И таким образом запустить трубопровод. Правительство Германии должно подать России сигнал о том, что Россия должна сдержать свои обещания. И, как и в прошлом, поставлять достаточное количество газа по существующим трубопроводам. Бербук имеет в виду украинскую ГТС и идущий через Польшу газопровод «Ямал-Европа», который с истечением контракта в начале 2022 года имеет шансы превратиться в памятник советской эпохи. Госпожа Бербук использовала сильное определение, мол, Россия шантажирует Европу, провоцируя рост цен на топливо через отказ нарастить поставки. Интересно, что ровно те же претензии лидер «зеленых» могла бы адресовать американским поставщикам, которые перенаправили свой сжиженный газ в Азию, туда, где больше платят. При этом Бербук умолчала, что нынешняя цена на европейском спотовом рынке, около 850 долларов за тысячу кубометров, это абсолютно рыночная история. Запасы газа в немецких ПХГ на историческом минимуме — 64%. Но ЕС хотел ударить по долгосрочным контрактам «Газпрома» через организацию биржевой торговли. За что боролись, на то и напоролись. Претензии бессмысленны. Даже немецкое правительство признает «Газпром» свои контрактные обязательства, но выполняет на 100%. По нашим сведениям, Россия выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа. Существует несколько причин роста цен. О сознательном пренебрежении существующими контрактами нам неизвестно. Еще одна вещь, которая спровоцировала нынешний газовый кризис — это чрезмерные увлечения возобновляемыми источниками энергии. Кстати, с подачи европейских экологов. По принципу «быстрей-быстрее» в солнечные батареи и ветряки вкачивались десятки миллиардов евро. Но несколько недель штиле и облаков — и снова нет замены газу. Раздражение лидера зеленых можно понять. Это же бьет по ключевым пунктам их предвыборной программы, превращает ее в чистый волюнтаризм и набор опасных прожектов. При понимании того, что переход климатической и нейтральной энергетики в перспективе неизбежен, осуществлять его ударными темпами опасна даже Германия, не говоря уже о Европе вторых скоростей. Непонятно, во что в конечном счете для нее выльется этот план снижения выбросов на 55% к 2030 году. Я думаю, Еврокомиссия дезинформирует жителей Европы. Ваше чудесное будущее, которое вы рисуете, просто лживые новости. Истина заключается в том, что все станет намного дороже. А Еврокомиссия Урсулы фон дер Ляйн войдет в историю и станет образцом того, как можно уничтожить наиболее защищающую экологию промышленность. То, что мы видим, это рецепт катастрофы. Экономика окажется под угрозой краха. Я думаю, нам нужно быть очень осторожными в этом вопросе. Мы пытаемся инвестировать в лучшее будущее. И мы должны продолжать работать в этом направлении. Но без этого идеализма. Нам нужно, чтобы этим вопросом занимались экономисты. А они, скорее всего, скажут, что экономики, работающие на газе, будут выигрывать у зеленых до тех пор, пока не появятся прорывные технологии, дешевый и чистый генерации. Ну или все не откажутся от газа. Но конкретно в данный момент приходится делать шаг назад, к углю. В начале сентября англичане расконсервировали старинную станцию Вестбартон. Был бы Северный поток-2, не пришлось бы. И для островитян газ был бы дешевр. Мы всегда были в курсе энергетического интереса Евросоюза к Северному потоку-2. И я всегда выступал в поддержку проекта. Но Британии, по крайней мере, не приходится платить по 500 тысяч евро в сутки, как это делает Польша. За разработку угольного месторождения Туров, находящегося на границе с Чехией, задыхающиеся от пыли соседи подвели поляков под Европейский суд. Премьер Моровецкий так обиделся, что отменил поездку на демографический саммит в Будапешт, чтобы не пересекаться с чешским коллегой. Решение Еврокомиссии приведет к разрушительным последствиям для отношений Польши и Чехии. Я хочу повторить еще раз, мы не собираемся прекращать работу на месторождение. С коммерческой и экологической точек зрения, Северные потоки — наиболее выгодные маршруты поставки газа в Европу. Так дешевле Газпрому, а значит и европейцам. Еще лучше, чтобы газ поставлялся по долгосрочным контрактам с фиксированной ценой. Это позволило бы той же Польше нормально пройти зиму. Однако с упорством, достойным лучшего применения, Варшава пытается вставлять палки в колеса Северному потоку-2. Государственная газовая компания «Пегник» продавила через Федеральное сетевое агентство Германии право на участие в сертификации магистрали. Причем с одной лишь целью — генерировать экологически чистую энергию для Европы Польша не может. Поэтому она будет генерировать ей проблемы. Ну вот, наконец, подул ветерок. Ветряки очень хорошо крутятся, но это не значит, что цена на газ сейчас стремительно пойдет вниз. Мы все-таки накануне отопительного сезона, когда энергетики отбирают газ из подземных хранилищ. И здесь нужно зафиксировать две вещи. Во-первых, «Газпром» никому в Европе ничего не должен. И во-вторых, ничто не может помешать госпоже Бербук на зло России отморозить себе уши. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!